Меры принять оперативно. Таким резюме закончилось сегодня Общегородское собрание в мэрии. Руководитель Ярославля Владимир Волков поручил срочно вмешаться в ситуацию на Ленинградском проспекте. Там постоянно бьются машины. Марина Смарагдова побывала на месте концентрации ДТП. 15 ДТП на одном участке дороги. Это только за одну неделю. Даже для антирекорда это многовато. Именно об этом сегодня говорили на Общегородском собрании. Глубокие ямы, покрытые лужами и отсутствие фонарей. Этот участок дороги на выезде из города не зря имеет плохую репутацию у водителей. Колеса по обочинам – последствия дорожно-транспортных происшествий. А если добавить ледок, то вероятность столкновения возрастает. Этот вопрос на Общегородском собрании поднял заместитель начальника Центра дорожного и технического надзора ГИБДД в Ярославле Олег Виноградов. Разбита дорога, значит, уже покрышки даже в проезжей части лежат. То есть, видать, уже кто-то положил, что там темный участок. И из-за этого, естественно, автолюбители не видят. Плюс еще... Мне нужно освещение? Ну, да. Представление выписывалось уже, чтобы было освещение. Ну, естественно, заделать яму на проезжей части. Глава города Владимир Волков поручил оперативно принять меры. Аварийный участок будет засыпан крошкой. В течение недели ямы зальют асфальтом. Это снимет напряженность до начала более основательных работ. Подсыпку крошкой сделаем. Выставим дополнительно знаки агентства на устранение. Это вот первый адрес номер один. У нас на прошлой неделе было несколько вопросов с ГИБДД связанное. Также все отработаны были. Абсолютно в пятницу все были закрыты. Поэтому, ну, Михаил Александрович действительно старается и пытается успеть все. Порой где-то и денег не хватает. Но если на что-то нужно обращать внимание, телефон оставлю лично. И после этого для оперативности будем отрабатывать. Традиционно закрытое оперативное совещание в мэрии Ярославля впервые прошло в публичном режиме в понедельник. Меньше кабинетных встреч и больше информационной открытости. На рабочем заседании обсудили актуальные проблемы и обращения ярославцев. Общегородская планерка впервые прошла в режиме интернет-трансляции. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Константин Дмитриев.